МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас! Мы снова в эфире. Спасибо, что вы на влиянии, спасибо, что вы с нами на импакте. Знаю, что ряд программ, в которых мы участвуем, и Нелли с нами. Нелли Мерти снова приветствую. Рада быть вместе с вами, дорогие телезрители, слышать вас, видеть вас. Будем впоследствии, а сейчас попользуйтесь благодатью, которую Господь дал нам. И поэтому, когда я говорил, ряд программ, которые мы проводим, они имеют большой интерес, вызвали даже в некотором роде резонанс, так скажу, наверное, будет более точно резонанс тем, что тема, поднимаемая нами относительно Духа Святого, относительно пророческого служения, она тема неординарная, она неоднозначная тема, воспринимаемая по-разному, разными церквами, динаминациями. Мировосприятие, духовное мировосприятие каждого из наших зрителей, оно условно. Оно имеет условности, имеет зависимость свою от того, где человек рос, где он был воспитан, кем он был воспитан, в какой среде, какая сфера его обитания, вращения, и сфера его интересов. Если его интерес в этой теме, понятно, он будет углубляться. Поэтому первый вопрос, Нелли, прежде чем мы войдем в тему, почему именно у тебя был интерес к изучению пророческого служения? Ну, во-первых, каждый пророк должен интересоваться этой темой. Изначально это была заслуга моих родителей и моего дедушки. У меня был дедушка Жора, известный по Советскому Союзу. Известный, да. Да, дедушка Жора Маликов, который нам всегда с детства внушал, если вы хотите быть миссионерами, а это моя мечта с детства, где-то в Африке проповедовать Слово Божие, но оказалась потом миссионерка на своей собственной территории, СНГ, то вам нужно иметь водительство Духом Святым. Он всегда шутил, иначе вас ганнибалы в Африке съедят, и вы не будете знать, что вас ожидает. Но шутка принесла позитивные результаты. Он настолько убедил нас искать водительство Святого Духа, что мы начали с детства искать Бога. И я постоянно видела сны руководства где-то 16, 17, 18 лет. К снам мы перейдем. Это, кстати, очень интересная тема. И сны, и сновидения. А в 19 лет мы просто приняли решение, что текст «Ревнуйте о дарах духовных» принадлежит лично нам. Потому что в нашей церкви было такое неправильное, с моей точки зрения, убеждение, что дары принадлежат церкви. Это кому-то, это тому парню. Я говорю, церковь — это я, я тоже член церкви. Значит, я хочу исполнить волю Божию. Может быть, кто-то хочет или не хочет быть близок с Богом, но я хочу быть с ним настолько близко, чтобы слышать его. Как в Библии написано, что я открываюсь человеку в гаданиях. Иов говорит, я открываюсь человеку в гаданиях. 33 глава, 14 стих. Во снах. Не гадание, светское слово, это очень старомодное уже слово, которое не используется сейчас. Имеется в виду гадательно. В впечатлениях. В снах, гаданиях, сновидениях. Это фундаментальные методы Бога. Но Бог имеет с нами личное отношение через Духа Святого, пребывающего в нас. Поэтому мы можем слышать его голос, о чем мы говорили в первом уроке. И поскольку мы слышим его голос во сне, почему бы нам не общаться с ним глубоко, как Бог общался с Моисеем? Числа 12 глава 6 до 8-9 стиха. Бог говорит о том, что он общается с Моисеем лицом к лицу. Негодательно, не в видениях. Почему? Потому что Моисей был верен во всем доме его. Я приняла решение, что я буду верной Богу во всю свою жизнь. Это значит, я должна настолько приблизиться к Богу, чтобы исполнить его волю. Как я могу исполнить его волю, не слыша его голос? Просто невозможно не заметить текст Писания, 10 глава Иоанна, 26-27 стих. Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, я знаю их, и никто не похитит их из руки моей». Как можно слушаться голоса Божьего, не слыша его? Мы должны позаботиться о том, чтобы мы начали слышать голос Божий. Поэтому мы позаботились, 19 лет мы взяли трехдневный пост и молитву с группой молодежи. Там, кстати, были баптисты вместе с нами, крещенные Духом Святым. И молились, ходатайствовали, молились в лесу, потому что в нашей церкви не принято было молиться о себе, и нам пришлось, как бы сказать, уединиться. Но папа контролировал всю эту ситуацию, папа тоже был старший в церкви, сказал, молитесь, поститесь, ходатайствуйте, ищите лица Божьего, идите в духовный уровень, чем вы будете плотские, и будете свою энергию тратить где-то в мире. Так что, когда мы вот таким образом постились и молились на третий день, мы все запророчествовали. Между прочим, я считала, что я не могу получить пророческий дар, потому что я думала, что у меня очень негативный характер, у меня очень много негативных мыслей, я очень много боролась с плотскими, похотливыми мыслями. Я не знала корень всех этих проблем, но впоследствии все стало на свои места, и я выяснила, что корень этих всех проблем, может быть, вас это телезритель удивляет, это демоническая обремененность. Так что впоследствии пришел момент, когда Бог позанимался моей душой, моим телом, которому надо было избавиться от интервентов бесовских, и я освободилась от демонической обремененности, и поэтому каждый раз, когда я проходила серию освобождения, ко мне приходили новые дары. Таким образом, Господь дал мне благодать служить в пяти дарах откровений. Я уже говорила, дар пророчества, дар видения имею, сновидения Господь говорит мне в сновидении, даже больше намного, чем в пророчестве, говорит глубокие тайны. Я имею дар словознания, который очень много используется в служении душепопчения. Я веду душепопчение уже 23 года. И Господь использовал Деррика Принца, чтобы помочь мне выбраться из проблем, из проблем внутреннего характера, то есть из всякого рода демонизации, которая пришла ко мне по наследству. Так как я вижу в моей личной жизни не было причин особых для того, чтобы дьявол захватил меня, но были причины наследственные. Но пару раз был такой момент, когда был сильный шок и испуг, и я знаю точно, что в меня ворвался дух ужаса, потому что Бог мне это впоследствии открыл. Я это физически ощутила, но Господь освободил меня от всех этих проблем в процессе душепопчения на молитве освобождения. Ты вообще проблемы имеешь какие-то или нет? Так я слушаю тебя и думаю, ну или нет совершенно проблем? Конечно, проблемы есть, но Иисус сказал, я дал власть наступать на всю силу вражью. Очень важно осознать нашу позицию. Понимаете, мы, христиане, часто имеем защищающую позицию, мы часто стоим в стороне в отступлении. Написано, что мы должны противостать делам дьявола. Что такое противостать? Стать против. Это не значит, что мы должны отступать. Это значит, мы должны взять меч и наступать на территорию сатанинскую, на все проблемы, которые дьявол приносит в нашу жизнь. Он мне много приносит проблем, но я не собираюсь сдаваться. То есть, другим словом, если мы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем в свое время, это не некое, может, неправильно, но применю слово панацея, что вот когда-то, 30 лет назад, я однажды открыл уста, сказал Господи, принимаю тебя, и все. И жизнь твоя потекла безбрежно. То есть, встречаются трудности, встречаются испытания, встречаются проблемы, даже такого, если это было у апостола Павла, а их было очень много, и извне нападения, и изнутри страхи. Какие страхи, апостол Павел? Тебе даны глубины познания тайн Божьих и строения Царства Его, Церкви Иисуса Христа. И тем не менее, он переживал. То есть, такие процессы у него происходили. Поэтому, когда ты говоришь, что у тебя тоже встречаются проблемы, то есть, ты не можешь сказать сегодня с дерзновением о том, что я лишена всяких испытаний, всяких трудностей, я обитаю в неприступном свете. Я их имею в два раза больше, чем простые люди. Серьезно. Потому что пророческое служение, евангелизационное служение, служение душепопечения еще больше притягивает на себя противостояние бесов. Дьяволу не нравится наша деятельность, наше послушание Христу. Дьяволу не нравится то, что мы имеем общение с Богом и являемся распространителем Его Царства. Как оно проявляемо? Ты говоришь, влияние бесов. Мы, христиане, мы понимаем, что бесы — это реальные существа и демоны. Как оно может быть проявляемо даже в служении? Не просто в жизни, а в служении духовного лидера, духовного наставника или пророка. Если ты можешь приоткрыть завесу, приоткру, если нет, пожалуйста. Я все говорю откровенно. Любая работа, любое служение Христу, если мы вернемся сейчас, я отвечу на твой вопрос, но я вернусь к 26-му тексту, написано, овцы мои слушаются голоса моего, то есть они слышат его. И как результат, как раз это будет ответом на твой вопрос, потому что я слышу голос Божий, я обучаюсь его различать, и когда я приучусь, как функционирует, как действует, каким методом говорит голос Божий, я начинаю следовать ему, потому что я следую за ним, я иду в послушании. Я не иду в противоположном направлении, овцы мои идут за мною. Почему? Потому что они слышат мой голос. Если я не слышу голос Божий, как я могу идти за ним? И тогда, как результат, никто не похитит их из руки моей, и тогда, как результат, я знаю их. Вначале ты сказал, мы встали на старт христианского пути, и мы можем простоять там до конца жизни, ожидая, что это финиш, но до финиша еще очень большая дистанция. И всю эту траекторию мы проходим под постоянным обстрелом. Это не придумка, так написано в Библии, что сатана покушается на нас постоянно, что он ходит, как рыкающий лев. И выражается это в многогранности его проделок, его идеи, его тактики. Например, люди против тебя могут восставать, могут завистники быть, могут недоброжелатели быть, на производстве, на работе, в процессе жизни, в хозяйственных вопросах. Сатана пытается где-то укусить. Но Иисус говорил, я дал вам власть наступательную позицию, наступательную войну вести, противостать ему. В здоровье я уже говорил об исцелении, что сатана пытался меня снести с лица земли, по благодати Божией. Именно через откровение я узнала о проделках дьявола. Так что у нас не может быть легкого пути. Я еще одну деталь скажу об очищении нашего тела. Ты говоришь, мы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и наш Дух совершенный, потому что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Он дал нам не залог праведности, а полнейшее состояние праведности. Поэтому как праведник я стою пред Богом. Но я состою из трех субстанций. Дух, душа и тело. И Библия конкретно говорит, что мы должны привести в состояние полнейшего порядка. Это наш Дух, душу и тело. Если Дух уже обновлен, если Дух освящен Духом Святым, я наполнена Духом Святым, если Дух омыть кровью Иисуса Христа, новое творение во Христе Иисусе, как насчет тела? Для тела и души есть специальная обработка, которая написана в Библии. Для тела умирания, в водном крещении, я приобщаюсь к смерти Иисуса Христа и таким образом удовлетворяю закон возмездия, который говорит возмездия за грех смерть. Я приобщаюсь к его смерти и приобщаюсь к его воскресению, когда я выхожу из воды. Это тоже я принимаю все верой. Но как насчет души, которая бастует, нервничает, злится, психует, как русские говорят, ожесточается, завидует, обижается. Как насчет всех этих элементов, которые сжали меня, которые сопровождают меня? Павел говорит, я ненавижу дела, которые я делаю. Кто же во мне противостоит? Слово Божие говорит, что закон греха в моем теле живущий противостоит желаниям моего духа. А там, где закон греха, там могут поселиться интервенты, как я и говорю, демоны, которые противостоят мне. И чтобы была полнота славы Божьей проявлена через меня, через человека, мне нужно освободиться от всех этих нелегалов, которые нелегально уже живут во мне. Потому что я уже принадлежность Иисуса Христа, купленная дорогой ценой. Но это моя работа. Прошу прощения. Христианин, рожденный свыше, сердце которого поселился, как мы говорим, Дух Святой, он не может быть демон-позесс, он может быть демон-опресс. Он не может быть одержим, потому что наш дух властвует, но есть моменты, когда мы имели демонизацию от рождения из-за оккультизма родителей, из-за смерти в семье, из-за убийства, из-за пролития крови, из-за ненависти к евреям, из-за идолопоклонства, из-за того, что мы сами вмешались в оккультизм, не только наши родители. Мы могли смотреть какие-то нечистые фильмы, ужастики, хоррофильмы, как немцы говорят, не знаю, как у вас называется. Если мы очень эмоциональны, мы могли быть подвержены вторжению бесов в этих фильмах, в этих страшных сатанинских играх. Я очень много молюсь об освобождении, практически два-три раза в неделю. И у меня очень богатый опыт. Я такие страсти понаслышала, что делают христиане, как они участвуют в интернете, берут на себя роль Люцифера или еще кого-то и становятся одержимыми. Они христиане, они крещены Духом Святым, они дети пасторов. Я молилась за своего собственного сына два раза об освобождении, когда он посмотрел два страшных фильма. В 11 лет «Матрицу» посмотрел, он вообще не мог спать, у него был ужасный страх. Мне пришлось молиться за его освобождение. Демон покинул его. Второй раз ему было 17 лет или 18. Была такая страшная атака. Он посмотрел фильм об изгнании бесов индийским оккультным методом. Он говорит, «Мама, я знал, что мне нельзя это смотреть. Все пастырские дети здесь сидели и никак не реагировали. Я стоял у двери, хотел выйти, потому что он знал, что такое служение освобождения. Он знал причину и следствие. Ессения и жатва. Мы не можем зайти на территорию дьявола и не запачкаться. Не ходи на территорию дьявола и не ходи в глубины сатанинские». И так, посмотрев этот фильм, вечером придя домой, он начал постоянно видеть беса, который стоял около его кровати, давлел на него зелеными глазами. У него был ужасающий страх. Папа как раз уехал в Америку, и ему пришлось спать на соседней кровати, потому что он не мог находиться в своей комнате. Я молилась за него несколько раз, победа не приходила. Были ужасные явления в это время. Я в другой теме это рассказываю. В интернете есть тема «Практическая души попечения». Я веду в Днепропетровске, она стоит под моим именем Нелли Мертес, где я в деталях рассказываю, почему бывает демонизация, почему бывают проблемы, почему у нас нет действия Святого Духа, потому что есть демоническое влияние на наш разум. Из-за оккультных знаний, приходящих с мира, из-за того, что мы здесь, в христианской жизни, открывали демонам дверь. Кончилось тем, что он чуть не бросился под грузовик. И потом в этот же вечер он пришел домой белый. Я ощущала присутствие смерти. Я сильно молилась. Я не знала, у кого такое несчастье происходит, давящая смерть. Оказывается, это было с ним. Он вошел белый. Я молилась в этот момент, сказала, пойдем, пока не победим, ты не выйдешь из моей комнаты. Я спросила Господь, скажи мне, какой дух, почему нет победы? Дух Святой сказал мне, это дух гипноза. Когда я приказала выйти духу гипноза, его так сильно сотрясло, и дух вышел, он был свободен, он больше не боялся. Знаешь, как мы углубимся в эту тему. Совершенно другая тема. Богу будет угодно как-нибудь другим разом. Давай идем. Это тема на 30 вечеров. Давай вернемся к Духу Святому. Итак, в прошлый раз мы говорили относительно функции функционирования Духа Святого. Функции Святого Духа. Мы чуть продолжим эту тему, затем все-таки мы перейдем более детально сны, сновидения. Сегодня мы так сумбурно разговариваем. Сумбурно, да. Хорошо, давай. Функции Святого Духа. Очень важно отметить вот такую деталь. Многие люди говорят, я получил Святого Духа, но я не говорю на языках. Когда я спрашиваю, в какой момент ты получил Святого Духа, люди обычно не знают. Но в какой-то момент есть часть людей, которые говорят, во время водного крещения Дух Святой вошел. они обосновывают свою идею, свою идеологию на тексте Писания Ефесянам 1.13 и 4.30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Другие говорят, нет, мы приняли Духа Святого в день покаяния. Вот это у нас был день искупления. Потому что 1.13, можешь даже прочитать Ефесянам, подчеркивается та же самая мысль о дне искупления. Ну, написано, в нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатленены обитованным Святым Духом. Это база для тех людей, которые говорят, я в момент уверования запечатлен Святым Духом. Который есть залог наследия нашего. Да, да. Я залоги наследия, позже скажу, это важная, интересная мысль. Итак, когда же мы запечатляемся Духом Святым? Когда приходит печать, когда приходит усыновление, печать нашего сынов, утверждение нашего усыновления, очень конкретно надо посмотреть на слова Иисуса Христа. Что говорит Иисус? Вы примете силу Духа Святого, когда Иисус говорит, просите. Я есть крестящий Духом Святым. Говорит, Отец есть крестящий Духом Святым. И так без просьбы не бывает исцеления. Бог насильно не вталкивает ни спасения. Ни один человек на земле не был спасен без принятия решения, без личного желания, без воззвания. Пока ты не воззвал, ты не спасен. Ты не можешь спастись верой отца или матери, ты не можешь спастись автоматически, потому что у тебя был папа и епископ. Хотя написано, дети освящаются верующими родителями, это не значит, они спасаются и обращаются свыше. Это значит благодать, защита со стороны родителей. Так что спасение связано с моей волей. Также крещение Духом Святым связано с моим осознанием необходимости прикоснуться или объединиться с Духом Святым. Дух Святой входит в мой дух, наполняет меня своим естеством и чем больше я молюсь на языках, тем больше я получаю силу Святого Духа. Так все-таки в момент крещения. Давайте вернемся к этому историческому факту. В 19 главе Ефесянам написано Павел прошит верхние страны, я буду быстро говорить, некогда читать, пришел в Ефес и нашел там учеников, которые именовались учениками Иоанна и знали истину, которую проповедовал Иоанн. Он спросил их, приняли ли вы Святого Духа? Они сказали, что не слышали. Уверовавших. Уверовавших, да. Они уверовали в Иоанново крещение. То есть о Христе не знали. О будущем Мессии. Приняли ли вы Святого Духа? Они говорят, мы даже не слышали. И вот начинается евангелизация. Павел возвещает им о Христе, который не будущий Мессия, который уже на факте пришел, который уже на факте пострадал, искупил. Когда он возвестил им о Христе, конечно, они его принимают. Павел говорит, этого недостаточно. Водное крещение вашего порядка. Это было начало. Вам нужна полнота. Давайте примем водное крещение во имя Иисуса Христа, который носит совсем другую функцию, совсем другой образ. Присоединение к смерти Иисуса Христа. И так, в тот же день, мы видим по истории, они принимают водное крещение. И тут же, может быть, это было на реке. Может быть, они вошли в дом. Когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать. То есть, это историческое действие относится только к Ефесянам, что в один день у них был и день покаяния, и день водного крещения, день искупления. И у них было крещение Духом Святым. Притом, не просто предположительное, но фактическое со знамением иных языков. Дух Святой вошел как Личность и проявил себя как Личность, говоря через них. Хотя в других вариантах это было чуть-чуть даже по-другому, скажем так. Да, был процесс времени. был период. Некоторые тексты Писания, например, кормили люди, которые сидели в его доме сразу получили Духа Святого, еще во время проповеди никто даже не успел попросить. Они сердцем приняли то, что проповедовал Петр, уверовали сердцем, написано об этом, что они приняли это, и потому что они уверовали сердцем, Дух Святой сразу сошел на них. Но мы смотрим восьмая глава Деяния апостолов историю, связанную с самарянами. Там совсем другой момент был. Самаряне приняли Иисуса Христа, приняли Слово Божие. Главной отметкой была радость великой в этом городе. То есть, они ликовали во Христе, потому что видели чудеса и знамения, которые делал Филипп. Но апостол, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, какой отрезок времени прошел, мы не знаем, может, два месяца, может, три месяца, не по телефону сообщали. И они приняли решение послать к ним учеников, которые помолились о них, и они приняли Святого Духа, потому что там отмечено, что Дух Святой еще не сходил ни на одного из них. Смотрите, водное крещение было, покаяние было, радость великая была, но Дух Святой еще не сошел ни на одного из них. Почему? Потому что не было явного признака, который определял присутствие Святого Духа. Это говорение на иных языках. Молитва на иных языках это начальный пункт. Потом приходят дары Святого Духа. Если ты не молишься на иных языках, откуда ты получишь силу? Если в тебе нет источника откровения, откровение не витает в облаках, оно должно быть в тебе. Последний день Пятидесятницы, я с женой был на том берегу, на Восточном берегу, как раз воскресный день Пятидесятницы, что интересно, что Господь меня не ввел в проповеди относительно крещения Духом Святым со знамением иных языков. То есть я не задавал вопрос, крещены ли вы Духом Святым, кто хочет получить духовное крещение. То есть Дух Божий повел в другое направление. Что интересно, что интересно, что затем нас пригласили в один дом и мы только вошли на порог этого дома. На праздники. Да, Пятидесятницы. выскакивает молодой человек, глаза блестят и говорит, во время последней молитвы говорит, я заговорил на иных языках. То есть мы даже имеем право на такой вид получения иных языков. Даже на такой вид, как христиане. Я бы конкретизировала, мы не получаем иные языки. Личность входит в нас. И личность производит молитвы на языках. Потому что я часто слышу, люди говорят, я получил иные языки. Я говорю, люди, остановитесь. Вы не получили что-то отдельное от личности. Дух Святой, как личность, проявил свою целостность. Несомненно. И вы заговорили на языках. Но тебе возразят наши братья и сестры баптисты. Они не согласятся с тобой и со мной с тем, что у них нет Духа Святого. Ты принимаешь это, что они могут не согласиться. Они говорят, у нас есть Дух Святой. Да, я очень много служу в баптистских домах. Очень много баптистов принимают крещение Духом Святым со знамением на иных языках. И ты им говоришь... И я знаю их проблемы. Ну да. И ты им говоришь, что нет, в момент крещения водного вы не получили Дух Святой. Знаешь, я не люблю говорить свое мнение. Я доказываю истину на основании Писания. Я поясняю им суть, почему так написано хевистианам. То есть ты разделяешь запечатление обетованным Святым Духом в момент искупления. И ты разделяешь, когда Дух Святой непосредственно входит уже в тебя. То есть не может быть крещение Духом Святым вне знамения иных языков. Не может быть. Есть только такая проблема, и она часто встречается, что люди наполнились Духом Святым, но страх произнести речь. И я недавно молилась за парня из баптистов, он 9 лет назад просил Духа Святого, конечно, получил его, один раз заговорил и больше никогда. Почему? Потому что у них есть страх, может быть, я сочиняю. Между прочим, эта атака страха почти бывает у каждого. Поэтому, когда я беседую с людьми, я трачу 2 часа на то, чтобы рассказать человеку о сути крещения, о Духе Святом, и трачу 2 минуты на то, чтобы получить Духа Святого. Я не молюсь никогда больше 2 минут, потому что, когда ты ясно пояснишь человеку, что от него требуется, он не напрягается вмиг говорить на языках. Понимаю. Нам мешает наша логика. Продолжаем. И смотрите, если мы говорим о Доме Корнилия, да, люди получили Духа Святого внезапно, заговорили на иных языках, и Петр, подчеркивая, в 15 главе Деяния апостолов, что на них сошел Дух Святой и на язычников, как и на нас в начале. Конечно, не было грома и молнии, не было звуковых эффектов, но Дух Святой функционировал так же. Значит, они говорили так же на иных языках, как и на нас в начале. И тут идет диссонанс. Некоторые люди говорят, ну как? Когда апостолы говорили на иных языках, все их понимали. А когда в Доме Корнилия говорили люди, никто не понимал, кроме пророчества, которое они произносили. Но Петр подчеркивает идентичность этого события, как и на нас в начале. То есть у них были еще особые варианты изъявления Духа Святого. Это включался дар говорения на иных языках, когда провозглашение шло для тех народов, которые были в окружении. А в остальное время Павел говорил на языках, никто его не понимал. Совершенно верно. Но теперь давайте, пожалуйста, вернемся еще к одному факту. Самария, Филипп, я думаю, вам уже было подчеркнуто, что очень важно определиться. Я своей волей могу получить Духа Святого. Ты спросил меня в начале, какие еще факторы или варианты бывают, какие возможности при крещении Духом Святым. Дух Святой сходят в любой ситуации. Человек едет в машине, поклоняется Богу, ликует, молится, просит, Бог наполни меня Духом Святым. В эту секунду можно заговорить на иных языках. Человек находится на поле, работает, на кухне работает. Я очень много откровений получила на кухне. Я была удивлена, говорю, Господь, вроде как бы не подходит здесь получать такие глубинные откровения. Бог говорит и разговаривает с тобой тогда, когда ты в покое, когда ты поклоняешься. Стою с доской, стою с ножиком в руках, и Бог мне начинает говорить что-то внутри. Я слышу голос, который диктует мне внутри. Я останавливаюсь, закрываю глаза, сосредотачиваюсь. Это очень важный момент, чтобы мы сосредоточились на речи, которая идет внутри нас. Это тоже еще один новый вид откровения или особый вид откровения, когда Дух Святой начинает тебе диктовать речь внутри. Что я должен сделать? Первое, я должен сосредоточиться. Я должен внимательно прослушивать речь. Второе, я должен включить свою память, чтобы запоминать. Третье, я должен включить свою логику. Соответствует ли текст, который сейчас движет тебя внутри, истинным писаниям. Но ты же не знаешь, о чем Дух Святой и Хода, то есть. Нет, нет, я слышу речь по-русски. Идет откровение. Идет откровение внутри меня. Бог мне начинает пояснять какие-то важные моменты в моей жизни. Или события, которые произойдут. Будет то-то, то-то, приедет то-то, то-то, скажи тому-то, то-то, то-то. И почему я говорю в кухне, может быть, вы сочтете это не святым образом жизни, но мы домохозяйки. Я библейскую школу прохожу всегда в кухне. Я включаю телевизор или включаю диски и прослушаю Слово Божие. И когда я пребываю в присутствии Божьем, постоянно пою на языках, когда я готовлю кушать, или когда я бегаю по дому, что-то убираю, зачем я буду тратить время на пустые мысли, когда я могу в это время общаться с Богом. То есть вообще-то написано непрестанно молитесь. Это значит, сосредоточьтесь на Боге постоянно. Не занимайтесь болтовнёй. Тем более, как пророк, я очень должна следить за своими устами и мыслями, чтобы не осуждать, не оскверняться нечистыми мыслями. Не оскорбляйте Святого Духа, написано. Потому что это, кстати, это четвёртая глава, по-моему. В 4.30. Да. И что интересно, что это в контексте, в контексте, это же в контексте написано, кто крал, пред не кради. Затем, лучше трудись, делая своими руками. Полезное. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставить благода. И не оскорбляйте. То есть оно в контексте. Поэтому, поэтому действительно, вместо того, чтобы нашим лексиконом было что-то непонятно что. Негативное. И ни о чём, или о ком-то в негативном свете, в негативе, лучше действительно исполняться Духом Святым. Потому что Дух Святой может быть оскорблён. Угашен, это самое главное. И оскорблён, и угашен. Понимаете, друзья, есть очень важный фактор в том, что ты сейчас прочитал, чтобы мы оставили свои плотские дела. И вот мы напрягаемся, мы напрягаем свою волю. Мы себе даем 45 обещаний, завтра с понедельника я буду хороший, добрый. Но обнаруживается ещё худшее состояние, чем было вчера. С чем это связано? Я думаю, это связано с тем, насколько мы открываемся для Духа Святого. Смотрите, что такое познать Бога? Вообще-то познание Бога должно быть целью нашей жизни. Ты помнишь, это моя первая проповедь 25 лет назад, когда я получила откровение о познании Бога. Итак, что такое познание? Вот я, как личность, возьмём пример образный. Я прошу Бога исцелить меня, освободить меня. У меня есть зло, у меня есть ложь, раздражение, зависть, ненависть, обиды и так далее. Бог приходит силой Святого Духа, начинает меня наполнять. Что происходит? Он вытесняет моё эгоистическое начало, моё я, мои амбиции, мою злость, мою зависть. Чем больше Дух Святой наполняет меня, тем больше мой характер меняется и преображается в образ Святого Духа. Так что, если я напрягаюсь, напрягаюсь все усилия до потения, это ничего не даёт. Это искусственное старание изменить себя, а нутро твоё остаётся со старыми стандартами, старыми настроениями, старыми характеристиками. Поэтому Библия показывает нам, что без силы Святого Духа не может быть никакой метаморфозы, никакого изменения, никакого преображения. Слово Божие преображает, как сила, и преображает Дух Святой, находящийся внутри тебя. Несомненно. Итак, сновидение, введение, введение сновидения. И старцы вразумляемые будут, и юноши будут видеть сны. Да, я ещё бы раз хотела отметить Иова 33, глава 14, 17 стих. Там написано, что Бог говорит с нами тремя видами сообщения. Сны, видения и впечатления, где там переведено гадание. То есть, это фундаментальные методы Бога. Как практикуется это в твоём служении? Видишь, больше всего христиане имеют пророческое впечатление, я тоже. Но сны, конечно, Господь мне показывал всегда. Я с малолетства практически получала сновидение, где я слышала голос Божий. Ещё в 17 лет Господь мне говорил, в каких странах я буду работать в конце жизни. Я ещё туда не приехала. Южный Китай, Бирма и ещё страна рядом, Лаос. Итак, видение. Дух Святой говорит многообразно и многогранно. И такие понятия отмечены в Библии. 12 глава, пожалуйста, коримфяна, можете посмотреть, насколько многогранен, многообразен Дух Святой. Его функции, его действия, его формы откровения. Однажды, когда я была в Нарве, было видение. Было показано несколько снежинок. Мы вопрошали Бога, что значит это странное видение. И Бог сказал, как нет одинаковой снежинки на земле, так нет одинакового действия Духа Святого. Дух Святой многогранный. Он изъявляет себя по-разному. Мы видим даже в Старом Завете каждый пророк имел особый род действия, когда получал откровения. Бог показывал себя многогранно. Поэтому и пророческие дары, вот мы вчера говорили о пророческих дарах, они имеют несколько направлений. Я чуть-чуть вчера задела. Пророческие дары директивного направления, наставительные, обличительные, смешанные варианты, пророческие дары. Написано, духи пророческие повинуются пророкам. Дух как вдохновение, разная форма вдохновения. Это все происходит от Духа Святого, разная форма изъявления, откровений. Потому что пророчества и видения одновременно тоже могут одновременно функционировать. То есть они переплетененные. Да. Может одновременно быть три формы откровения. Я тоже так иногда была использована в этом направлении. Например, я пророчествую. Одновременно я вижу картину. И одновременно где-то на дне моего Духа, трудно сравнить, в какой-то форме откровения, в форме откровения, конечно, слово знание, идет впечатление. И получается объемная картина. Ты говоришь то, что положено говорить в пророчестве наставления назидания и утешения. В твоем духе во впечатлении открывается сущность этой личности. К примеру, один пример приведи. Например, я молюсь об одной женщине. Попросила меня Ирина, моя сестра, чтобы я пророчествовала о ней. Она не сказала конкретную нужду, говорит, просто помолись о душе. И когда я пророчествовала для этой женщины, иногда я пророчествую о человеке, иногда речь включается непосредственно к этому человеку. Так говорит Господь, дочь моя, слушай, и эту речь передают. И я вижу видение сибирский лес и зимнюю дорогу. Я спрашиваю потом, и также я ощутила ее проблему. Я спрашиваю потом Ирину. Ирина, где эта женщина живет? Она говорит, в Сибири. А это была зима. То есть для того, чтобы человек удостоверился, что пророчество идет истинное, идет еще одно утверждение. видение к человеку, который живет на том месте, о котором вопрошают. И потом я рассказала впечатление, как я чувствую ее проблему, неоткрытую, потому что просто помолись о душе, откуда я знаю характер этой души, вообще откуда она, с какой оперой. И все подтвердилось, так и было. Так что бывает такое. Когда я веду душу попечения, я всегда вижу видение. Видите ли, видение — это как бы следующий уровень откровения. Идея Троицы единства в многообразии. Также и Духа Святого есть очень большое многообразие. И видение — это один из важных видов откровения. Почему? Это самый ненапряженный вид откровения, потому что пророчество — это хождение по лезвию бритвы. Ты должен быть очень сосредоточен на сообщении Святого Духа в момент откровения. Не отвлекаться на посторонних людей, на окружающую среду, не отвлекаться на свои мысли. Поэтому, когда я пророчеству, я сильно устаю. Намного больше, чем когда я веду лекции. Потому что я внутренне сосредоточен на пророчестве. А с видениями намного легче. Видение многогранное. Но оно должно быть ясно. Да-да-да, обязательно. Видения могут быть в Духе. Это краткосрочная импульсная картина. В одну секунду ты увидел образ какой-то, но четко выраженный. Ты не можешь сказать, я видел то ли слона, то ли змею. Ты видел конкретный образ. Потом видения могут быть с впечатлением. Второе видение могут быть как картины на экране, движущиеся сюжеты. Я не имею таких видений. Но иногда во сне вижу вот эти сновидения, движущиеся сюжеты. Видения могут быть открытыми глазами. Несколько раз я только видела видение открытыми глазами. Я его хорошо помню. И эти видения как-то касались исцеления. Я помню, наш пастор молился, а я стояла, отвлекалась во время последней молитвы, когда благодатью заканчивали или перед благодатью молились за больных. И стояла, смотрела на знамена. Вдруг прямо на знаменах я вижу почку. Я думаю, что общего она имеет со знаменами? То есть картина как бы посередине. И я поняла, что мне надо сосредоточиться. Пастор молится о болезни, значит, чья-то почка исцеляется. Или сейчас нужно помолиться. Также помню, когда Александр Шевченко к нам приезжал, тоже была молитва о больных в конце. Там висел большой плакат на сцене. Я смотрела на этот плакат, видите, как несерьезно, открытыми глазами, и я вдруг вижу на плакате большой позвоночник в радиусе 3 метра. Я поняла, что Бог посылает мне утверждение, впечатление, что здесь я должна помолиться. Между прочим, видение не дает тебе полную трактовку, поэтому к видениям нужно получить откровение дополнительно, толкование. Всегда, когда идет оканчивание служения молитвой благодать, и все по сторонам. Не надо рассматривать людей. А если и рассматривают, глазят по сторонам, это очень часто, ты не одна в этом. У меня такое бывает. Безответственно. Мы должны, значит, в этом случае мы должны по-украински такое слово прагнуть, то есть мы должны стремиться к получению видения. В этом случае, а не просто глазеть по сторонам и смотреть, кто чем занимается. Видите, поэтому иногда Бог нас подталкивает быть сознательным в отношении больных. Я рассказывала исцеление, и как и обещала Богу, что я обязательно буду молиться о больных, а не глазеть по сторонам. Мы готовы перейти к сновидениям или еще идем по видениям? Да, немножко видения, еще видения. Сколько у нас минут осталось? Еще 20 минут у нас. Видение имеет очень широкий диапазон от виденного в духе, в глазами сердца до виденного открытыми глазами, о чем я сейчас рассказывала. Но могут быть видения с движениями, могут быть видения с пророческими откровениями. У нас есть несколько человек, которые иногда на энкаутере, после энкаутера, когда приходит огромное помазание освобожденных людей, все люди ликуют и радуются, особенно души попечителей ликуют и радуются. У нас где-то 50 души попечителей в церкви, все они имеют дары откровения. У нас даже практически никто не служит без даров откровений. Ты не можешь изгонять бесов методом тыка. Ты должен получить откровение от Духа Святого. Так что видение в основном я получаю на энкаутерах, всегда я получаю на энкаутерах, так правильнее сказать, когда я служу человеку. Почему? Потому что и человек иногда сам не знает причину его проблем. Почему у него горечь? Он не может откопать его в своей жизни. Даже наводящими вопросами иногда трудно выявить проблему. Поэтому я обращаюсь к Духу Святому, который знает тонкости и причины проблем. И говорю, Дух Святой, открой мне причину его проблемы и открой мне сущность демонов, который в этом человеке, чтобы мне не кого-нибудь, кого попало называть по опыту, а чтобы мне знать имя этого врага и извергнуть его силой Святого Духа во имя Иисуса Христа по имени. И тогда он реагирует и выходит. Я помню, я была на Кипре, молилась за одну девушку. Я была настолько уставшая, я молюсь по 12 часов в день, когда я служу в Душепопечении. Это очень сконцентрированная работа. И я сказала, Дух Святой, у меня даже нету сил задавать ей вопросы. У меня уже все, болят голосовые связки. Был поздний вечер, наверное, 10 вечера. Я сказала, Дух Святой, открой мне все ее проблемы, потому что, чтобы сократить эту душепопечительскую беседу. И когда она что-то мне рассказывала, я прямо открытыми глазами вижу перед ней трактор. Я догадалась, потому что мы должны включать логику или просить истолкование. Я спросила ее, твой папа не тракторист? Она говорит, да, тракторист. Я говорю, а какое особое событие ты запечатлила в своем детстве, связанное с его работой на тракторе? Она говорит, о, ужасное событие, я это никогда не забуду. Она не рассказала мне это вначале, потому что она не считала это нужным. Дух Святой открыл, вот корень всех ее проблем, сегодняшнее супружество сокрушено, потому что вот в 7 лет идут проблемы и тянутся по всей жизни, как тащат за собой старые кости. Она сказала, да, ее отца избили, трактористы в пьянке, и он приполз домой весь израненный, избитый, окровавленный. Она получила такой шок, между прочим, она целый месяц ухаживала за ними, видела его опухшего. И с этого момента, я прямо могу сказать, она была демонизирована ужасом, страхом, ненавистью к людям, которые его повредили. Многие бесы могли вторгнуться в нее из-за этого, и она не понимала эту причину, откуда начало этой горечи, откуда начало этого внутреннего сокрушения, духа отверженности. И Бог показал сразу через открытое видение. Конечно, я не часто вижу видение открытыми глазами, но когда мы уже провели процесс освобождения, она освободилась от многих бесов, я благословляла ее молитвой благословения, да, благословит тебя Господь и так далее, и закрыла глаза. Как только я закрыла глаза, я вижу на ее зубах зубы вампира. Вроде бы она уже уходит. Я говорю, дорогая, подожди, скажи, ты любишь смотреть, ты когда-нибудь может использовала резинки, зубы вампира, или любишь смотреть, или одевалась, может, в одежду вампира на карнавалах, это очень принято там в Греции. Она говорит, нет, вампир мой любимый герой, я все детство его смотрела. Я говорю, вау, вот это здорово. И нам пришлось продлить освобождение. Если бы Дух Святой не открыл, не вскрыл проблему, она бы ушла еще раз обремененная. Конечно, я скажу, всегда есть процесс освобождения, ты не можешь одним разом решить все проблемы. Хотя, хотя зачастую, очень часто мы имеем практику в служении душепопечения, в служении новообращенным, когда человек, покаявшись, принял Господа спасителем, получает мгновенное освобождение, и таких случаев в моем служении было очень много. Когда он получает мгновенное освобождение, в этом случае из года в год переходя, наблюдая за этим человеком, соприкасаясь с ним, ты видишь, что тебе не надо в ворохе белья его ковыряться. Почему? Потому что молниеносно происходит. То есть, есть два варианта. Потому что нам могут возразить сегодня... Даже несколько вариантов. Ну да, совершенно верно. И прямо сейчас вспоминаю тот случай, когда трудившись в Магадане в свое время, мы... То есть, там несколько человек пришло к Богу, серьезных людей, как говорим, в этом мире. И через год, глядя на жизнь некоторых, постоянно мы периодически встречаемся, прошло, наверное, лет 12 или 14 с момента серьезного покаяния этой семьи. И только через 12 лет на одном из энкаунтеров Господь настолько выявил его состояние, они даже крещены Духом Святым. Поняли? Вот что интересно. И через 12 лет произошел процесс полного очищения, как раз на энкаунтере. То есть, а человек мог служить Богу, человек мог жить, человек мог заниматься повседневными христианскими своими делами и обязанностями. Поэтому есть несколько, как ты говоришь, вариантов. Давай перейдем... Совсем другая тема, но в двух словах могу сказать. Я 12 раз прошла служение освобождения для себя лично, для того, чтобы совершенно очиститься. И каждый раз, когда я проходила серию освобождения, получала новый дар откровения. Каждый раз начинал сниционировать новый дар. Почему? Потому что ты говоришь моментальное освобождение. Да. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Некоторые люди освобождаются во время поклонения. Некоторые люди освобождаются, углубляясь в Слово Божие. Они просто зевнули, бес вышел. Мое мнение, по мере подчинения Христу демоны оставляют нас. Но то, что ты говорил о моментальном освобождении через покаяние, иногда прямо после покаяния у людей начиналась рвота, и демоны активно выходили, даже без изгнания бесов. Они подчинились Христу, и Дух Святой сильно воздействовал на них. Но есть разного рода демонизация. Есть демоны открытой формы, такой пьянство, блюд, колдовство, и они могут выйти сразу. Но есть такие тонкие демоны, завуалированные, живущие где-то в глубине нашего характера, как зависть, как нервоз, как обидчивость. Эти демоны выходят обычно позже в процессе подчинения Христу. Думаешь ли ты, что это обязательно демоны? Я склонен не всегда демонизировать каждый штрих и каждый шорох. Потому что это может быть частью демонизации, могут быть дела плоти, и часть еще не освященной твоей души, душевной составляющей. Юр, и то, и другое правильно. Видишь ли, нужно посмотреть, обратить внимание, живешь ли ты в рабстве. Если обида это твое рабство, то, скорее всего, провокатор стоит за этим. А если ты можешь силой Духа Святого посредством Слова Божия победить это качество, характер, значит, это просто дело плоти. В процессе нескольких дней неоднократно мы слышали, наши зрители были частью этого слуха, что ты говоришь, что Господь дал тебе этот дар, этот дар, этот дар. Не думаешь ли ты, что кто-то может подумать, Неля слишком на себя много берет, она претендует на то, что Бог дает ей очень много откровений. Но мой вопрос даже не в этом. Когда ты это говоришь, не берешь ли ты на себя слишком большую смелость? Рекламировать то, чего нет. Рекламировать даже то, что есть, но рекламировать. Дело в том, что здесь мы занимаемся... Имейте ли мы право говорить, что я имею дар этот, 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 этот? Павел имел право. Ученики говорили об этом. Значит, мы последователи Иисуса Христа имеем право. Было бы обманом, если бы я говорил, у меня нет видения, а я вижу видение. Было бы обманом, если бы я говорил, я не пророчество, а я уже 14 лет пророчества. Если бы я говорил, нет, у меня нет слова знания, он уже много лет функционирует. Или сила, которую используем мы при исцелении, при изгнании беса, функционирует. Я должна констатировать факт, что это есть в наличии. Я не могу сказать, у меня нет дара истолкования, когда я уже 6 лет служу в истолковании в церкви. Понятно, это явно не шаблон. Да. Ты не изменилась за 30 лет, что мы знаем друг друга. Немножко, давай вернусь к видениям. Давай все-таки сновидения. Это очень интересно. Да, видение сновидения. Видения могут быть разного порядка. Очень важно, чтобы мы обращали внимание, когда Бог дает нам видение в образах. И нам нужны истолкования, когда мы имеем видение в образах. Или толкования. Мы видим, что Иезекииль видел видение. Мы видим видение, сейчас имя забыла, Исайя, когда он видит корзину со спелыми плодами. Иремия, это был Иремия. Иремия видит корзину. Предположительно, логическое следствие спелые плоды, это хороший вариант. Но Бог говорит, приспел конец народу Израиля. Поэтому для видения нужно прилагать толкование. Когда человек видит видение, я говорю ему, сейчас попроси Святого Духа, чтобы он дал тебе толкование. Затихни на несколько мгновений и прислушивайся, какая мысль вливается в твой Дух. И часто бывает толкование вот в такой тишине, когда мы прислушаемся к голосу Духа Святого. Я еще не сказала о видениях с действиями. Именно на энкаутерах у нас бывает видение с действиями. Несколько человек начинают делать такой формы пантомиму. Они показывают какие-то образы во время молитвы. Мы окружаем обычно этого человека, чтобы никто не мешал. И потом этот человек, кто был в этом живом видении, так сказать, объясняет, я был на поле в бою, я видел то-то, то-то. Мы догадываемся, что он на поле в бою, потому что это, как бы сказать, духовная пантомима, современный язык, или видение с действиями, когда человек находится в самом видении, как Рик Джойнер, например, рассказывает, находится в зале, он одновременно реагирует на окружающую среду, но он внутренне углубляется в дух и делает то, те функции, исполняет те движения, которые он видит в своем видении. Или он находится на поле, срывает колосья, или он что-то собирает. Это чудотворение настоящее, когда человек с закрытыми глазами показывает божьи образы, находясь в видении, и с ним вместе еще служат двое-трое, которые не видят друг друга, просто дополняют картину. Это чудотворение. Ты знаешь, в нашем пятидесятническом движении, хотя вчера меня спросили, ты баптист или пятидесятник, кто-то из присутствующих, из гостей. Но, так скажу, в нашем пятидесятническом движении такого рода явление имеет место, имело место, я помню, с детских лет, но оно очень редко. Да, редко. Очень редко. Или пророческие действия. Но тогда же, в детстве находясь, я помню, что его не перечеркнули и не окрестили, что это какие-то демонские проявления. Тогда был дан ярлык, что это истинно действие Божие. Поэтому то, о чем ты говоришь, видение, сопровождающееся пантонимами, действием, да. Это пророческие действия. Это пророческие действия. Иногда Бог давал мне тоже пророческие действия. И это функционирует очень своеобразно. Я внутрь, в дух получаю убеждение, что человек должен что-то сделать. Например, однажды молил Сергеем, Леник, и у него был вопрос о его жизнедеятельности. И я не могла получить слово, пока я не сказала ему, Сергей, ходи по залу туда и сюда. Когда он выполнил эти действия, пришло слово. Пришло слово пророческое, слово знания. Бог говорит, вот как Авраам ходил туда и сюда, не имея постоянного места жительства, так ты будешь жить по земле, ходя туда и сюда. Итак, сны и сновидения. Сны и сновидения. Важный элемент. Я сейчас отмечу опасность в снах и сновидениях. В видениях, вернее. Если у вас видения нагроможденные, вы видите целую серию картин. Будьте осторожны. Может быть, нечистый источник. Бог не дает нам целой книги для сообщений. Бог дает конкретный текст, конкретное сообщение. И когда ты его выполнишь, Бог дополнит информацию. И если мы получаем пророчество нагроможденное и за день исписываем 10 листов, это дух лжи. Потому что мы нигде не видим, чтобы Дух Святой давал трактовку на 3 года вперед кому-то, каждую деталь. Дух Святой дает сообщение на данный период времени. Иногда может дать несколько вспышек сообщений на будущее, чтобы показать тебе цель, которой ты тянулся бы. Но если вам даются откровения, что вы должны кушать, какой магазин ходить, какую одежду одеваться, куда ходить, что делать, что не делать, чаще всего это Дух обольщение. Потому что Бог предоставляет нам право самостоятельности в нашей жизни, деятельности. А моменты, связанные с нашей духовной деятельностью или даже с нашим бизнесом, с нашими школами, учебами, свадьбами, Дух Святой даст нам, как водительство, конкретный фактор, конкретное знание. Ты спросил еще о чем? Я что-то упустила. Разница между сновидением. Сновидение и сновидение. Сновидение или сны могут иметь пять источников. Первое, это источник Божий. Сказано в притчах, Дух человека скажет больше, чем всем наблюдателям. То есть, Дух человека может внушить нам что-то, Дух человека во сне может открыть волю Божию. Как написано, что когда человек засыпает на лоне, это Иов пишет, да, на лоне, на кровати, старорусское слово, Дух Святой вливает впечатление, убеждение или видение. Это как бы в состоянии полусна. Ты можешь резко увидеть видение или сновидение. Или перед пробуждением в углубленном состоянии сна ты можешь увидеть глубокое сновидение. Итак, откровения могут приходить от Духа Святого, от Бога, когда Дух Святой вкладывает впечатление, знание, видение. Откровения могут быть от твоего душевного переполоха. Если ты насмотрелся фильмов, очень впечатлен сообщением о каких-то ужасах, если ты сам терпишь какие-то тяжелые времена, ты в напряжении, ты в тисках, и твоя душа кричит, она переполнена горечью, горестью, страхами, беспокойством, ты тоже можешь увидеть разные-разные сны, кошмары мы это называем, да, и они совсем не являются божественными откровениями. Твоя душа может что-то впечатлить тебя. Могут быть видения от физических причин. Если ты переел на ночь тяжелую пищу, у тебя может тяжело работать желудочно-кишечный тракт, и тебе могут присниться какие-то напряженные сны, я уже сказала. Типа пицца. Да, особенно мясо. Если ты замерзаешь, одеяло упало с тебя, и тебе снится, что ты на Северном полюсе, и тебя медведи преследуют, не думай, что Бог посылает тебя миссионерам к нанайцам или к эскимосам. Это тоже физическая причина, холод, который ты ощущаешь на своем теле. И видения или сновидения могут иметь демонический источник. Когда человек получает впечатление, знания из демонического мира, почему? Потому что он был задействован в оккультизме или он не освободился от этих оккультных практик. Очень много людей в мире получают сновидения, яссоники, толкования, которые объяснят тебе каждый предмет и их значение. Поэтому, когда люди, имеющие раньше уже этот дар сновидений, демонического характера или способность, талант, как его назвать, возможность иметь вещи сны, называется, в мире, и они приходят в церковь и продолжают видеть вот такие сновидения, то лучше заняться их освобождением, чтобы не было мешаний. Ты говоришь, заново обращенных. Заново обращенных. Даже человек, получив крещение Духом Святым, продолжает видеть вот эти оккультные сны, которые атакуют его разум, потому что разум может быть подвержен демоническим силам во сне, потому что человек не освободился от этого демонического старого источника, то я обычно спрашиваю людей, имели ли вы эти таланты, эти сверхъестественные возможности раньше, слушали ли вы в оккультных сферах, имели ли вы прорицательский или вещунский дух. Если да, если ты и раньше видел такие сновидения, как Джуна и другие, она с пяти лет видела сновидения и людям говорила очень точные события их жизни. Однажды я видел сновидения в процессе определенных трудностей в служении я увидел во сне огромного Голиафа, огромного. Это больше было видение, более, чем сон. И я знал при толковании этого, истолкование, я знал причину этого явления, которое Бог показал мне, и оно оказалось точно, то есть огромный Голиаф. Я его видел физически, то есть я не видел, это не был сон, что ты там пиццы наелся или картошки горячей на ночь, то есть это явно было от Господа. Скорее всего, ты его видел в полусне, в момент пробуждения. я тоже вижу конкретное откровение именно в секунду пробуждения, когда твой разум уже немножко включился, но Дух Святой еще вкладывает впечатление в твой дух. Часто во сне, особенно в юности, я видела личность Святого Духа, когда у меня были трудности с детским собранием, я очень уставала, мне было 17-19 лет, я уже хотела бросить детское собрание, были очень огромные трудности в сборе детей и так далее, то Дух Святой являлся мне во сне и говорил, я буду поддерживать тебя, он говорил, я Дух Святой, как образ личности, как нежность, как эскиз просто человека, я буду поддерживать тебя, я буду укреплять тебя, но часто Дух Святой дает мне откровение во сне в образах, и тогда мне прямо во сне идет толкование, что значит этот образ, или скажем, образ воды, образ лисы, образ волка, ты можешь понять, ты молишься о каком-то человеке на ночь, и тебе приснился сон, который раскрывает ситуацию, его характеристику. Волк. Да. Значит, жди неприятности, потому что кто-то в образе волка. Натура волка это хищник вредитель. Это хищник, да. Если ты увидел сновидение лису, не просто так лису, но ты молился какой-то конкретной лисности, да, лукавый человек. У нас две минуты. Что у тебя на сердце? Самое главное, что мы можем сейчас как резюме сказать, ищите общение со Святым Духом. И водительство Духом Святым это одно из важнейших элементов вашей жизнедеятельности. Если вы не будете слышать Бога, если вы не будете водимы Духом Святым, вы будете противниками Бога. Я говорю это откровенно, потому что Иисус сказал, я всегда делаю то, что угодно тебе, а мы должны идти по его следам. Если я не знаю, что угодно Богу, как я могу выполнить его волю? Не будьте нерассудителен, но познавайте, что есть воля Божия, в чем есть воля Божия, на что есть воля Божия. Так что мы должны быть не только открыты Духу Святому, но мы должны подготовить свой Дух для того, чтобы Дух Святой имел доступ к нам. И Иисус говорит, то, что слышу, то и говорю. Я слышу от Отца. Мы вообще-то имеем право говорить только то, что слышим от Отца. А мы так много занимаемся изъявлением собственной воли и хотим, чтобы наша человеческая идея понравилась Богу. Мы хотим, чтобы Дух Святой бежал за нами и благословлял наши идеи. Это самообман. Это мы должны идти за Духом Святым, тогда Он благословит то, что Он вложил в нас. Поэтому Иисус говорит, овцы мои слышат и слушаются голоса моего. Иисус говорит, я вижу Отца Творящим. Мы должны получать импульсы в свой Дух. Это крайне необходимо, чтобы быть послушными голосу Его. И тогда в конце пути и тогда сегодня мы можем убедительно услышать голос внутри нас. Я даю им вечную жизнь и никто не похитит их из руки моей. Мы не имеем права вырвать кусок и сказать, меня никто не похитит из руки моей, но я живу как хочу, делаю что хочу, питаюсь как хочу. Я уже здесь немножко диету добавляю. Даже Дух Святой часто мне говорил, что мне кушать? Я иногда спрашиваю, Господь, у меня так сильно болит голова, поднялось давление, что мне делать? Через три дня я улетаю на Украину, Дух Святой мне говорит, пей гинго-белоба семь таблеток в день. Удивительно, такие детали о диет, питании. Да, я пила, у меня давление сразу упало, потому что гинго-белоба расширяет сосуды. Я знала эту тему, но я не подумывала на тот момент. Дух Святой дал мне знания. Дух Святой много давал мне знаний, когда я куда-то лечу, что меня ожидает, что меня встретит, к чему мне готовиться, какую мне тему подготовить, лететь, не лететь. Дух Святой дает мне откровение во сне об опасности, которая встретит меня на пути. Это было Наля Мартас. Наля, спасибо. Я бы пожелал, и я знаю, что в унисон ко мне присоединяются очень многие. Я слышу, так сказать, ряд свидетельств. Так и будь не шаблон. Так и будь. У Бога нет шаблона. Потому что шаблон это к нашему студу серая масса. И мы сидим и кивалово. Мы сидим и кивалово. Хорошо, что ты не кивалово. Понимаешь, о чем я говорю? Нет, не понимаю. Приложу толкование после эфира. Хорошо. Поэтому Бог да благослови и семью, и тебя, и служение. Принимаю ваше благословение. Да, и мы рады. Темы поднимаемые были острые, до невозможности острые. Юрочка, можно я поблагодарю нашего пастора Якова Нойфельд, который разрешает нам такие широкие возможности служить в церкви, тренироваться в дарах Святого Духа, чтобы мы стали более стабильны, чтобы мы углубились в Духа Святого. Он дает нам благословение. Мне всегда дают благословение, когда я куда-то уезжаю, доверяют мне. Спасибо, пастор Яков Нойфельд, что ты так открыт Духу Святому и помог многим в церкви войти в служение Святого Духа. Это делает честь лидеру церкви. Город Аснабрюк. Это делает честь, когда люди говорят о нем. Это делает большую честь ему. Мы сегодня в роли были с тобой и не только сегодня, эти несколько дней. Мы были в роли пророчествующих. А написано там прочее. Что? Рассуждайте. Размышляйте. Вот и размышляйте. Во свете услышанного. Делайте выводы. Поэтому помните, Иисус Христос любит вас. И как Наля ты верно подметила, написано, из руки его никто не похитит. Люби его, цени ему, служи ему, ходи за ним. И помните, Бог на вашей стороне. Мы также на вашей стороне. Оставайтесь с нами на импакте. Будьте на влиянии. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин